Всем привет! Видео будет не только интересно, но и полезное тем людям, кто косит траву у своих приусадебных участков на Дальневосточном Гектаре, на коттедже, на даче или кто занимается профессионально по косам. Тестирую катушку Stihl S26-2. Штилевская катушка, как говорят, что она фирменная, стоит 2300 рублей. А вот купил на Валбересе две штучки попробовать. Аналогичные катушки, но стоят 700 рублей. Фирменная 2300 рублей. Похожая на нее, один в один, 700 рублей. Сэкономленные деньги, заработанные деньги. Но, друзья, я люблю пользоваться фирменными вещами, потому что профессионально занимаюсь по косам. Ютуб-канал Владимир Староженко. Смотрите, в прошлом году я повелся на дешевку и купил чемпион. Похожая такая же катушка. 700 рублей, тоже 700 рублей. Но один раз я покосил, сказал, да, классно. В смысле, не один раз, а один кусок лески. Ну, 4 метра входит сюда. Тройки, да, если леска вот фирменная, штилевская, то 5-6 метров такой входит. Она 2,4. Ну, вообще пишут 2,6, да. Вот такая фирменная входит в фирменную катушку. 6 метров идет, да. В этой катушке было 2 метра. 2 метра вот такой лески. Вот 2 метра. Ну, это уже понятно, что подделка, да. Вот, смотрите. Вообще всегда косил тройкой и хорошо. Хотя есть в запасе у меня и написано, что это 2,4, да. Но она как 2,6, наверное, 2,8. 2,8, да. Вот смотрите, она ближе к тройке, да, получается. Ну, написано и написано, да. Но покупал полкилометра. Я покупаю большие объемы, полкилометра лески. Сверху была тройка, да, синяя. А пол катушки, наверное, 200 метров. Четверка оказалась. И вот я решил протестировать вот эту катушку по максимуму. Зарядил четверку. Дырки просверливать не пришлось. Она подошла, да. Значит, вот она у меня сейчас на триммере, да. Ну, для примера покажу. Вот это фирменная, да. Вот это фирменная. Видите, штиль. За 2,3,4 рублей. Фирменная, да. Вот лесочка фирменная на ней стоит. Это я ей кашу под окнами, чтобы леска не поднимала камень, да. Вот коробка от фирменной вот сейчас, в этом году, вот такая. Раньше была другая, да. С-26, черточка, 2, штиль. Сейчас я работаю. Сейчас покажу в реальности, да. Вот сегодня полдня уже работаю. Две. Два раза леску менял. Она идет, конечно, под нагрузкой. Четверка. Ну, наверное, и фирменная тоже будет идти под нагрузкой. Но очень уверенно выбиваю все под землю. Режет. Вот она. Вот она четверка. Вот она четверка, да. Я показывал четверка. Если ее сравнить с тройкой, да. Если ее сравнить с фирменной вот штильевской, да. И если ее сравнить. Вот, допустим, написано 2,4. Хотя это вот... Вот сравнить, смотрите. Синяя, это четверка, да. А это пишут 2,4. Хотя это не 2,4. Это больше. Здесь желтая. Вот, смотрите, желтая и синяя. Синяя четверка, желтая тройка, да. Квадрат. Еще вот хочу протестировать. Купил коробку на Валбересе. Свечи. Ну, пишут штильевские. Но они какие-то чуть-чуть смешные, да. Смотрите. Вот такая коробочка, да. А штырек у ней вот такой смешной, тоненький. Ну, посмотрим, как будет работать. Значит, сейчас закончу основную часть. И попробую поменять, попробую поменять, значит, свечу в триммере. Ну, вот она получается. Вот он триммер. Второй такой. Я двумя триммерами кашу. Один нагрелся, вторым кашу. Или на одном вот четверка стоит, да. А на втором стоит под окнами. Или где рядом машины, вот дорогие, стоянка через забор у соседей. Значит, 2,6 фирменная, да. Вот, очень уверенно. Вот я сегодня новую нацепил. Вот эту. Вот она. Получается, за 700 рублей заменитель, да, который против 2300 рублей. Вот его нацепил. Сейчас протестирую, как она работает. Ну, и покажу участок. Ну, давайте покажу участок. У нас дождичек слепой тут уже 4 раза. То пойдет, то перестанет. То пойдет, то перестанет. Вот у друзей, а у товарища. Каждую 2 недели косим травку в удовольствие. Паримся в банке по-товарищески. Вот смотрите, вот такой участочек. Ну, на моем ютубке, канале Владимир Стороженко, он уже есть. Вот видите, под землю, как оно все работает. Вот это четверочкой лесочкой сработано. Очень уверенно работает. Надо ее на осень оставить, когда вот уже, ну, не все косят каждые 2 недели, да. Поэтому, вот смотрите, видите, под землю, как она выбивает. Просто как торнадо. Вот если сравнить, есть нож филейный, тоненький, там, допустим, да, там, меньше одного миллиметра. О, в обухе, да, режет аккуратненько, да. А есть, допустим, мачете, которой рубить можно ветки, да. Вот это то же самое, допустим, если тоненькой леской, штилевской косить, допустим, 2,4, там, 2,6, да. Или четверкой, да. Вот четверкой все выкосило, все вырубает. Ну, вот сейчас покажу в деле, да. Кто досмотрел видео до конца, я вот тут немножко полосочку оставил и там полосочку оставил. Вот покажу просто, как работает четверочка. Ну, и в катушке. Значит, контрольный вопрос я бы какой бы задал. Ну, а что, вы еще будете заказывать эти катушки? Да, наверное, я буду. Но той катушке мне фирменной, вот я в летнем лагере Суворовского училища 3 года подряд работал. Там бетон, поле футбольное, поле волейбольное, по песку, да, надо будет, надо, ну, прям по песку, да. Стирается катушка, вот эта пимпочка, которая пружинит и выскакивает леска, да, как пружинка, как лягушка. Она стирается за 10 суток работы вахтенным способом, да. Поэтому надо еще протестировать эту катушку по-честному. Насколько суток ее хватит, вот, работы каждый день. Ну, сейчас вот есть заказы у меня, еще впереди два заказа. Ну, там огороды, вот, поэтому постоянные клиенты, спасибо за доверие. Ютуб-канал Владимир Староженко, значит, покосить траву можно. Плюс семь девятьсот двадцать четыре, один, два, три, двадцать четыре, сорок четыре. С ватсапом, с телеграмом. И сейчас покажу, вот, как четверочка косит травку. С ватсапом, с телеграмом. Вот так штиль работает и леска четверочка. Ну, большое спасибо Олегу Валерьевичу, который помог мне приобрести и вот показал, что можно экономить и не обязательно покупать фирменные вещи за 2300 рублей. Можно вот за 700 рублей через Валберес найти катушки. Ну, может быть, она чуть-чуть хуже, но 2300 и 700 рублей, ну, можно три катушки купить, да. Большое спасибо, Олег Валерьевич. Ну, и вот еще покажу, да, значит, как вид сзади, как оно работает, да. Видите, рубит под землю все. Ну, аккуратненько тут Снежана Геннадьевна все талантливое. Все цветочки закрыла коробочками. Как на бреющей подушке, да, как на воздушной подушке. Мне почему нравятся катушки С-26-2. Они, видите, как летающая тарелка, плоские такие. И ее вот на подсумке, да, на вот этой сбруе, на сбруе регулируешь. Чуть-чуть приподнимаешь над землей, и она классно вообще, рубит все. И мало того, что рубит, она все перемалывает и отбрасывает справа налево. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и клиенты, кто вот попробовал, как я кашу, да, конечно, уже заказывают, стараются заказать вот мои услуги. Потому что очень все качественно. Вот на контрасте, смотрите, все безопасно. Потому что, вот если посмотреть вот отсюда туда, да. Потому что здесь вот у соседей, вот тут и дорогие машины стоят, и большая техника стоит. Камень летит справа налево, поэтому все, тоненькую леску одеваю, чтобы тоненькая леска камень не подымала. Там в доме, там закрываем фанерными листами, значит, окна, да. Все безопасно, думаем, ну как и должно быть. Вот. Ну все, хорошего настроения, помогай бог. Если вы интересуетесь покосом в Уссурийске, выполним ваши заказы. Плюс 7 924 123 24 44 с ватсапом и селеграммом. Больше видео на YouTube канале Владимир Сараженко. Но я попозже еще свечу, свечку зажигания протестирую. Но у ней головка такая тоненькая, интересная. Все, больше видео на YouTube канале Владимир Сараженко.